Мы продолжаем пасук Понять притчу и ее мораль, слова мудрецов и их загадки И мы остановились с вами на хидот, загадке мудрецов Есть такой вид митраша, когда истории, которые мы читаем, кажутся нам небылицами Потому что мудрецы хотели какие-то мысли, идеи спрятать от общего доступа Чтобы их могли прочитать только люди, которые как-то находятся в этой теме А те, кто еще не подготовлен, чтобы они не раскрылись им этой информацией Поэтому они зашифрованы и чтобы их разгадать, нужно иметь к ним шифр И тогда мы получаем очень глубокую, интересную и полезную информацию Например, в трактате Баба Батра Очень много историй, которые рассказывает Раби Барбархана Про море, про пустыни, про сушу И там очень много небылиц Гаунвильна объясняет, что тайны моря Это разные идеи, мысли, взаимодействия между телом и душой Так же, как человек не может передвигаться по морю без корабля Так же, душа в этом мире не может передвигаться, не может делать заповеди без тела Поэтому там написаны разные секреты взаимодействия тела и души И, например, Раби Нахан Мебреслав рассказывает про себя Что одна из главных целей, для чего он спустился в этот мир Это чтобы раскрыть, расшифровать эти загадки Раби Барбарханы Эти истории И дать людям какие-то практические советы из этих историй Тот, кто посмотрел его книгу Ликутей Муаран Увидит, что практически каждый урок его начинается с какой-то загадки Он ее цитирует И в течение урока ее разбирает И в конце урока дает практические советы Как можно это применить в своей жизни Я приведу пример одной загадки и дам свой комментарий Загадка написана на армейском языке, я переведу Как-то раз мы плыли на корабле И корабль плыл по рыбе от одного плавника к другому И мы плыли так, на одного плавника к другому Три дня и три ночи Рыба плыла по течению, а мы плыли против течения Что пока этот корабль так быстро плыл, что пока один человек нагревал воду на огне до кипения Корабль успевал проплыть 60 миль 60 парсовод В вещаде парса гира в Экадбале И как-то один человек выпустил стрелу в сторону берега с корабля И корабль обогнал свою же стрелу Вот такая история, в которой мы видим очень много странностей И она совсем непонятна Я приведу короткое объяснение этой истории Но в комментаторах все тут намного глубже и многограннее То, что корабль обгоняет стрелу Это значит, что он стремится к своей цели максимально И четко идет к своей цели Не отходя ни вправо, ни влево То, что корабль успевает пройти 60 миль Пока нагревается вода Это значит, что человек успевает выучить 60 трактатов Пока другой человек нагревает себе воду, чтобы попить чай То есть это человек максимально умный Работоспособный И может сесть и закончить весь талмуд Но при этом ему нужно 3 дня и 3 ночи Чтобы проплыть от одного плавника рыбы к другой И это все против течения Что это значит? Что для того, чтобы исправить свое качество Хоть одно Нужно минимум 3 дня и 3 ночи Нужно время И нужно плыть против течения То есть намного проще выучить весь талмуд Чем исправить одно качество И против течения Это значит, что нужно идти против своей природы Потому что качество человека Это его привычки Он к ним привык Ему так легко жить Это его реакции на мир, который вокруг него И если Чтобы изменить эту реакцию Например, человек, который гневается Чтобы перестать гневаться Ему нужно минимум 3 дня и 3 ночи Это что значит? Что один день ему нужно Для того, чтобы выучить Как себя правильно вести Один день нужно, чтобы Понять, что Больше не вести себя Как он вел себя раньше И один день Переходный между ними И это пришла Сказать нам Это загадка На простом Таком уровне понимания Что для того, чтобы Исправить свои качества Нужно время Нужно приплыть против течения И даже если человек Очень умный, целеустремленный И знающий Все равно Это сложная задача И нужно идти против природы Определенным способом Таким образом Мы разобрали с вами 15 инструментов Которым пришел научить Насшеломов в книге Мишли И следующий раз Начнем уже учить Сами притчи Продолжение следует...